О других событиях расскажет ведущая рубрики «Городовой» Екатерина Чуватова. Эфир продолжит «Хроника дня». Братьям нашим меньшим. В парке Металлургов появится памятник-копилка бездомным животным. Сбор добровольных пожертвований уже стартовал. Макет памятника уже готов. Проект композиции согласован с администрацией. Планируется, что четвероногая пара появится недалеко от фонтана, рядом с детской площадкой. Прототипом композиции стали собака Ева и кошка Рыжулька, которых спасли волонтеры. Это традиция международная. Такие памятники установлены не только в России, но и в городах Европы. Поэтому мы решили, что такой памятник имеет место быть в нашем городе. Место для памятника определено. Сейчас мы начинаем сбор средств на изготовление данного памятника. Высота монумента составит около 60 сантиметров. С материалом пока не определились. Все зависит от суммы собранных средств. Организаторы говорят, что на бронзовую скульптуру потребуется до 500 тысяч рублей. Пожертвования, собранные с помощью памятника копилки, пойдут на содержание и лечение брошенных животных. Подробности в официальной группе «Зоо Сити ВКонтакте». Наглядно и емко. Администрация города объявила конкурс на создание логотипа для подразделения по молодежной политике. К участию приглашаются все желающие. Знак должен отражать современность и открытость госструктуры. Эскизы принимаются в двух вариантах – цветном и черно-белом. На конкурс можно представить не более трех работ. Лучшие предложения будут использовать на баннерах мероприятий и сувенирах. Заявки принимаются на электронную почту до 1 июля. Вся магнитка как на ладони. Картинная галерея приглашает на выставку архитектурных проектов. Увидеть миниатюры зданий прошлого, настоящего и будущего можно будет до 7 июля. Выставка организована в честь 70-летия Магнитогорского отделения Союза архитекторов России, а также приурочена ко дню города. В экспозицию вошли как работы опытных мастеров, так и творчество студентов. Выставка рассчитана на широкий круг зрителя. И она будет интересна не только архитекторам и строителям нашего города. Мы постарались создать такую экспозицию, которая заинтересует и взрослых людей, и детей, и студентов. Для этого мы ввели в экспозицию очень интересные экспонаты, которые были созданы руками архитекторов, которые работают сейчас и проектируют объекты нашего города. Особое внимание организаторы выставки уделили истории архитектурного проектирования магнитки. Посетители увидят реальные чертежи некоторых строений. Среди них, в частности, мечеть и храм Вознесения. Екатерина Чуватова, Вадим Бутаков, информационная служба медиагруппы «Знак».